Турнир по футболу лиц с заболеванием ЦП, посвященный памяти тренера-преподавателя по футболу Юрия Александровича Сорокина, стал традицией и проводится в округе уже в пятый раз. Юрий Александрович много лет проработал в Центре адаптивного спорта «Спартанец», где был первым тренером по футболу по программе специальной олимпиады. Испытываешь большие и очень приятные радостные эмоции, потому что, зная, насколько папа отдавался этому труду, этой работе, понимаете, он с большим трепетом всегда разговорил о своих воспитанниках. С такими детьми, в принципе, очень сложно работать. И огромное уважение перед всеми тренерами, организациями, кто занимается такими детьми, не только в футболе, но и в других видах спорта. Он научил их играть в футбол и как-то внес свой вклад в то, чтобы они были образованными детьми и очень умными, и приспособленными к жизни. В церемонии торжественного открытия турнира приняли участие почетные гости. Перед началом соревнований вице-президент Московской общественной организации инвалидов Федерации лиц с поражением опорно-двигательного аппарата футбола лиц заболеваний МЦП Ирина Шихкеримова наградила спортсмена по легкой атлетике Даниила Куранова и тренера Антона Игоревича Золотухина за достижения в 2022 году. Турнир по футболу лиц заболеваний МЦП открыл председатель комитета по физической культуре и спорту и делам молодежи администрации городского округа Шелково Кирилл Чепелевский. Лица главы городского округа Андрея Алексеевича Булгакова я рад всех здесь приветствовать на этом прекрасном соревновании. Очень отрадно, что это становится регулярным соревнованием. Мы здесь всех рады видеть, обязательно примем. И команда, когда играет в футбол с такими прославленными заслуженными футболистами, вы непременно вырастите как мастера. Наше сегодняшнее соревнование объявляем открыт. Участников турнира поприветствовала воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Щелково кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике Анастасия Коткова и выступила с произвольной программой с обручем. В турнире приняли участие команды из Щелково, Москвы, а также игроки сборной команды России по футболу ЦП. Игры проходили среди юношей с 10 до 17 лет и мужчин 18 лет и старше. Все участники турнира получили положительные эмоции, смогли встретиться на поле и за его пределами с членами команды сборной России по футболу ЦП, заслуженными мастерами спорта, чемпионами паралимпийских игр, которые своим примером вдохновили юных спортсменов на новые свершения. Особенность футбола лиц заболевания ЦП это зарядить детишек в первую очередь с таким заболеванием на любовь к спорту и любовь к футболу. Когда появляются такие дети, то у нас у взрослых сразу же на энтузиазме, на какой-то такой внутренней тоже любви к спорту появляется возможность помочь этим детям играть в футбол. И я сам помню такие детские турниры, когда я сам начинал играть в футбол. Для меня это был всегда праздник. Игра мне очень понравилась. Мне очень нравится футбол, поэтому игра тоже. Она изъявила желание, и мы долго искали команду, не знали, что есть адаптивный. Вот в этом году узнали, предложили дочке, она сразу согласилась. И вот начали ходить. По результатам турнира победители и призеров наградили кубками и грамотами Центра адаптивного спорта «Спартанец» и сувенирами Российского футбольного союза. Среди юношей первое место заняла команда ЦСКА Москва, второе – «Спартанец», а среди взрослых победителем стала команда Лев Черной Олимпия.